Первое заседание ученого совета в обновленном составе началось с поздравления и благодарности заслуженным сотрудникам университета, не вошедшим в состав новоизбранного ученого совета. Напомним, состав совета значительно обновился и омолодился. Каждой благодарности прилагала все денежная премия. Действительно, университет за минувшие годы прошел большой путь. Показатели, характеризующие нашу траекторию движения, четко указывают на рост. Именно в этот период мы с вами прошли непростые годы. По сути, был сформирован в новом формате наш федеральный университет. И были приняты ряд стратегических для нашего университета программ. В частности, полностью была переработана первичная программа развития нашего университета в формате его федерального статуса. Кроме того, утвердили состав постоянных комиссий и кандидатуры заместителя председателя ученого совета КФУ. Провели конкурсный отбор на должности и выдвинули кандидатов в члены Академии наук Республики Татарстан. К слову, одним из них стал доктор экономических наук, профессор, ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Полноценная работа ученого совета осуществляется за счет профильных академических комиссий, состав которых также утвердили голосование. Я хотел бы поблагодарить всех членов ученого совета и тех, кто отработал и в новом составе не будет работать, и всех, кто перешел и в новом составе работать за эти кардинальные решения, которые, по сути, сформировали новый университет. Разно можно характеризовать все эти вещи, но должно пройти много времени, достаточно много времени, чтобы мы поняли, что мы с вами создали. Обновились и учебные программы. Совет принял решение об открытии новых направлений подготовки предпринимательства, устаковедения и африканистика, управления развитием бизнеса, ведущих телевизионных и радиопрограмм, образования в области безопасности жизнедеятельности и педагогическое образование. Торжественную часть заседания завершила церемония подписания меморандума о взаимопонимании между КФУ и школой бизнеса Аксадеми. Документ предполагает проведение совместных образовательных программ. Завершилось заседание ученого совета предложением о дополнительной поддержке студентов-сирот и социально незащищенных категорий учащихся. По результатам года в университете образовали средства, которые в скором времени направят на поддержку тех, кто относится к этой категории. Адель Шамилова, Ленардо Влетьяров, Роман Самарин, Универ Ньюз.